Международный аэропорт имени Хамида Корзая в Кабуле стал последним усиленно охраняемым плацдармом американских сил в стране, где они находились с 2001 года. В понедельник 30 августа последние американские солдаты из состава военного контингента войск коалиции незадолго до полуночи по местному времени покинули Афганистан. Последний самолет Си-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Корзая днем 30 августа по времени Восточного побережья. В общей сложности авиация США и коалиции совместно эвакуировали более 123 тысяч мирных жителей, и все это стало возможным благодаря военнослужащим США, которые обеспечивали безопасность аэропорта и управляли им. По заявлению представителей Минобороны США, на борту Си-17, вылетевшего заключительным рейсом, находились командующие американскими войсками в Кабуле генерал-майор Крис Донахью и посол США в Афганистане Рос Уилсон. До последней минуты сохранялась угроза новых террористических атак, включая возможные залпы по самолетам и спортативных ракетных установок. Поэтому руководство Талибана не было проинформировано американской стороной о точном времени отбытия авиарейсов из Кабула на этой заключительной стадии. И вот вывод войск США завершен вместе с войной, которая длилась 20 лет. Многие жители афганской столицы не скрывали радости по поводу ухода американцев. «Сегодня последний день 20-летней американской оккупации. Что же будет дальше? Я призываю всех афганских политиков, старейшин и молодежь взять дело в свои руки. Сколько можно зависеть от иностранцев?» Другая часть афганцев рассматривает вывод войск США не как повод для ликования, а как реальный шанс для начала межнационального диалога и построения государственности. «После ухода иностранцев афганцы должны отстроить свою родину заново. Им нужно разрешить политические противоречия путем диалога и предпринять шаги в сторону строительства, стабильности и мира, а также позаботиться о том, чтобы в будущем безопасности Афганистана ничто не угрожало». В Кабуле и других городах известия об уходе американцев талибы встретили залпами в воздух из всего имеющегося оружия. Сразу же после этого аэропорт был занят солдатами Талибана, которые в ходе эвакуации стояли в оцеплении вокруг терминалов и взлетных полос. Там, прямо на аэродроме, их приветствовал официальный представитель руководства Талибана Забиулла Муджахид. «Я поздравляю вас и надеюсь, что Афганистан никогда больше не будет оккупирован и что для афганцев он будет свободным, процветающим домом, в котором будет исламское правительство. В то же время я призываю наших военнослужащих относиться к гражданам хорошо, потому что у народа есть право на мир, единение, а мы – слуги нации, которые не должны над нею доминировать». По утверждению властей США, хотя вывод войск завершен, эвакуация американских граждан и афганцев, у которых есть на это разрешение, продолжается. Пока неизвестно, как сложится судьба еще пары сотен американцев из числа гражданских лиц, которые пока остаются на афганской территории. Госдепартамент США пообещал напряженно работать над тем, чтобы они в целости и сохранности и в кратчайшие сроки вернулись домой. Вадим Оленичев, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Америка. Вашингтон.